Итак, кухня инфодайвинга. Что мы сварили за эту неделю? Это даже сложно представить, потому что мы сами многие вещи не осознаем. Вообще вот этот формат кухни инфодайвинга, он будет для того, чтобы рассказывать о том, что произошло у нас за неделю, какие результаты прошли, какие письма мы получили, какие сложности возникли или наоборот рассосались. То есть вот это все, что произошло за неделю, такое отчетно-выборное собрание. Будет входить в кухню инфодайвинга. Раз в неделю будем. Будем стараться. Будем стараться, да. Хотя лето идет, отдых, и приходится отвлекаться именно на кухонные дела. Что у нас было на этой неделе? Я начну. У нас есть такой сайт, называется Pubby. Здесь новости публикуются. Они тоже там не так часто публикуются, потому что мы забываем их публиковать. Но иногда мы их сразу оптом все выносим. Итак, у нас на этой неделе нашему Вовке Шевченко вручили похвальный лист. Это наш мальчик, с которым мы работали с аутизмом, наверное, года полтора или два назад. То есть это один из наших юных участников. Про него был снят фильм. У него была интересная кармическая история. Возможно, вы помните, когда там на поле боя восьмисотые годы взрыв. Он закрывает глаза, песок в глаза сыплется, да, гибнет, открывает глаза, а он уже в этой жизни в роддоме, да. И у него высшее я тогда не распалось. И вот эта история продолжается. И сегодня мальчик здоров и ходит в нормальную школу и получил похвальный лист об окончании школы. Глазки сияют. Такой красивый мальчик. Можете посмотреть фотку на сайте Pubby. Это наши дети, мы их безумно любим и безумно любим их родителей, потому что без родителей бы не свершилось это чудо. Потому что кармическая история закрывается тогда, когда меняется родитель. И мы все время об этом говорим. История закрылась, ребенок свободен, ребенок развивается. А это все благодаря тому, что родители дали возможность ему двигаться в самостоятельную жизнь. И это круто на самом деле. И мама Юля прислала нам историю Богдана. Был у нас тоже мальчишка. Тоже про него когда-то был снят фильм. Это все наши старые детки. Старые детки, да, с которыми мы работаем по два года. У них великолепная семья, много детишек. И мама Юля, папа Сергей занимались Богданом. У Богдана был аутизм. И сегодня Богдан тоже развивается. Да, это дается тяжело. Особенно тяжело маме приходить к себе настоящей. Особенно тяжело дается искренность и открытость. Но вы не представляете, какой путь проделывают эти родители. Они действительно искренне хотят видеть своего ребенка здоровым. И там были даже смешные чудеса. Про секс у них были чудеса. Когда ребенок с тимами показывал, показывал папе с мамой, что им надо урегулировать эти вопросы. И когда вопросы были урегулированы, ребенок пошел на выздоровление. И они видели это широко открытыми глазами. И говорили, блин, не может быть такого. Чтобы ребенок так вот как в зеркале отражал. Да, может быть именно так. Это было весело. Нам было весело наблюдать. Потому что взрослые родители открывали для себя чувственный мир. Мир искренности и открытости. И их ребенок ввел их в этот мир. Фактически обоих за руку. Но когда в семье есть любовь, все абсолютно по плечу. Тогда семья действительно выруливает. И дети поправляются. И Богдан тоже идет в здоровую жизнь. А еще нам прислала письмо мама Семена. Семен тоже начал готовить ку... Кстати, про кухню. Семен начал кулинарить. У него получается. И последнее, когда он там уронил сыр на пол, он маме сказал, ешкин хвост, что я сделала. Наши дети жгут, представляете? Потому что они действительно ловят кайф от жизни. Точно так же, как становятся счастливыми их родители. А еще у нас на этой неделе Сильва написала. Мы уже давно не получали писем от Камо. А Камо это наш мальчишка. Армянский мальчишка. Про него тоже... История очень интересная с ним, на самом деле. История мальчишка был... Ну, расскажи так. Сложный, сложный мальчишка. Это тот мальчишка, который какашками натирал пол. И орал, как невменяемый. И родители... Агрессии было столько, что мы 4 месяца мы занимались только агрессией. Ничем больше мы не занимались. Чтобы вывести вот этот слой в подсознание у него. И на сегодняшний день, на самом деле, я склоняю голову перед Сильвой, перед его мамой. Да, на самом деле. Вот это та мама... Вы знаете, даже в Библии есть такие слова, когда говорил Бог, отдай мне своего сына, да? И доказательство любви к себе. Там какая-то история такая была. И отец из любви к Богу сказал, что он отдаст своего сына, согласился. И Бог вернул ему сына, не стал забирать его. Вот эта история про Сильву. Это тот случай, когда, ну, никак не получалось одновременно движение в развитии родителей и ребенка. И ребенок, для того, чтобы он развивался, надо было его передать в семью воспитателей. Вы представляете, как тяжело это родителям? Представляете, это в армянской семье. Это трындец. И Сильва это сделала. И Сильва пошла на это и на сегодняшний день. Кому развивается? У него психика в норме на семилетнее развитие. Он готовится в школу. А ему сейчас около шести лет, да? Он готовится в школу. Социализация на возраст. Он самостоятельный. Осталось развитие его общего подтянуть. Диагноз американцы опровергли. Представляете, ребят? До мурашек. До мурашек. Просто кому невероятно красивый мальчик. Вы посмотрите фильм. Такой сердцеед будущий. И этот сердцеед, он уже развивается. Он идет в нормальную школу. Предлагали отдать его позже в школу. Но мы Сильве сказали, что отдавать надо сейчас. Вот с осени потянет к кому. Все у него будет хорошо. Мальчишка просто золотой. И мама. Респект маме. Представляете, какая сила духа и какая любовь должна быть у матери, чтобы согласиться на это наше условие. У нас есть матери, которые готовы, чтобы ребенок умер. Но они не согласятся. А в данном случае мать отдала. И сегодня. Это же не значит, что она отдала навсегда. Вот этот период, два года. Ребенок развивался. Он догнал возраст. И на сегодняшний день он будет... Он же ее сын. Он никуда не делся. Но он будет здоровым. Он будет полноценным. И я когда... Вот читай. Кстати, Сильва сама реализовалась. Она ушла в собственный бизнес. Вот я хотела сказать, что и мама развилась за это время. И теперь все будет хорошо. Все будет хорошо вообще. То есть это те дети, которые дали родителям выход. И это мы по старым деткам пока идем. Мы пока не брали новых. А еще мне прислали туловое письмо. Лена. Они... Вообще семья невероятная. У них Колька и Леха. И оба были арутистами. И про них не так давно был снят фильм. И Колька и Леха. Колька вообще отличник. Леха идет тоже в обычную школу. И у них невероятная семья. У них в семье есть любовь. И очень большие трансформации у мамы. И они за один месяц продали три квартиры. И купили дом мечты. Представляете? Она мечтала о собственном доме в Москве. И у них теперь он есть. Потому что мама верила в чудо. Даже риэлтор офигела. У нее никогда не было таких сделок. Представляете, ребята? Что творит сознание? Здоровое сознание. Создающее сознание. Мы можем создать все, что угодно. Главное, чтобы убрались эти страхи. Не смогу. Не получится. Это же так сложно. Это же кризис. Это же ковид. Это еще что. Это все не ваше. Не ваше. Услышьте себя. Вы хотите этот дом? Есть только единственный человек, который может вас ограничить. Это вы. И Пуловы вообще демонстрирует это. Там папа огонь. Там мама огонь. И там дети огонь. Вообще. И столько любви в семье. Я когда в Инстаграм. Я подписывала на них Инстаграм. Я смотрю их семейные фото, видео. Это все. Как папа играет с детьми. Ну, наверное, в папе можно вести обучающие программы по тому, как надо любить своих сыновей. Усатый нянь, да? Усатый нянь, да. Просто офигенно. Как мама печет торты. У нее такие торты красивые. Ну, каждый раз мамы выкладывают. Я сижу и слюну сглатываю. Офигенная семья. Столько любви. А представляете, а это все было запрятано под аутизмом. Вот представляете, как надо было жить. И как надо было относиться друг к другу, чтобы детям поставили аутизм. И как семья раскрывается. Любовь, искренность, открытость. И все. Совсем другие люди. И тут же здоровые дети. И мы все время об этом говорим. Мамы, и папы, услышьте нас. Ваши дети будут здоровы, когда вы здоровы. Вы здоровы. Представляете? Хотя мне не верят. На ютубе со мной спорят. Говорят, не, неправда. Мы чушь говорим. Нифига, ребята. А еще к нам пришла новость с космодрома. С космодрома. Новость с Байконура. Вы знаете, где-то там, в глубинах Бразилии, или там, не доезжая по океану до Бразилии, есть космодром. До диких обезьян, да? Я не помню, как эта страна называется. Но там есть космодром, и там есть русский. И вот там живет наша девочка Лизочка. И наша Лизочка от мамы. Тоже мы получили сообщение, что у Лизочки новый виток развития. И Лизочка везде на всех фото, и вы видел, она голая. У них температура под 40 градусов на улице, постоянная на этом острове. И поэтому Лизочка везде на фотках голая. Но она играет, она развивается. У них, кстати, тоже любовь с папой. И видно, как папа относится к ребенку. И видно, сколько интересов в семье. Какая жизнь. И это другая жизнь. На самом деле, речь лучше, спонтанная. Более спонтанная, лучше в разы понимания. Переводить начала с одного языка на другой. А там у Лизы Чичкет этих языков хреново туча. То есть у нее и французский, и английский, и русский. И все в одной куче. И новость с космодрома. И там тоже идет развитие. Представляете, у нас дети по всему миру. Я даже название этой страны не знаю. Гвиана, Гаяна, Гвиана. Блин. Надо Атлас мира посмотреть. Но главное, что там тоже есть наши. А еще у нас в пятницу. Был сумасшедший день. Волшебный. Волшебный. Представляете, в течение полудня. Да, полудня. Мы получили 4 обратных связи. 4. От людей, которым был поставлен диагноз онкология. Причем онкология была разная. И кожная, и по внутренним органам. Мы по половым органам. И вот все, что можно представить, там было. Так вот, медицина. 4 случая. Ребята, 4 в один день. Медицина ставит диагноз. Делает биопсию. Биопсия у кого-то уже была, у кого-то делали. И вот подтверждался диагноз. Но везде был диагноз онкология. Был поставлен диагноз. Был поставлен медициной. И вот 4 случая, когда люди поехали на повторное обследование в онкоцентре. В онкоцентр 3 в онкоцентре, а 1 биопсию делали. И у всех четверых после нашей работы не нашли онкологию. Представляете? Это круто. На самом деле, когда... Я хотела бы объяснить, почему так получается. И почему это легко. Вот на этой фазе. Потому что если уже человека убедило... Человек же, он доверяет медицине. Он верит медицине. Ну что ему верить нам? Каким-то сумасшедшим теткам. Но человек верит врачам, белым халатам. Он верит всему тому, что говорит наука. И если человека уже зафиксировали и сказали точно онкология. Надо резать. Надо то. И у человека уже сознание создает историю, в которой ему надо проделать операцию. Либо там пройти химиотерапию. Либо-либо-либо. И уже для того, чтобы из этой истории его достать, сознание обратно, надо кусок этой истории прожить, чтобы завернуть. То есть, ну как минимум уже будет химиотерапия. Как минимум будет какое-то лечение. Как минимум что-то будет. Да? Потому что его сознание уже включилось и создало. Но когда человек к нам обращается и говорит. Мне поставили диагноз онкология. И меня направляют в онкоцентр. Мы говорим, это классно. У нас есть где-то неделя-две до того, как человек приедет в онкоцентр. И вот эту неделю-две мы работаем с сознанием человека. И у человека не находят диагноз. И потом, когда говорят. Ну блин, это значит ошибочный диагноз. Это хорошо, когда так говорят. А когда медицина настоятельно требует заново человека все пройти, что они не верят, не может быть, что это биопсия, ошиблась и так далее. И втягивает человека в игру. И человек нам звонит и говорит, слушайте, что мне делать? Мы говорим, у вас сейчас есть точка выбора. Вы будете играть в эту игру или не будете? И если вы будете играть, то тогда нарисуйте себе хотя бы, что вы поправитесь, например, от химии, либо от лекарств, либо от операций. А если вы не будете, тогда поблагодарите эту игру. Скажите, это не моя игра. И создайте новую. И мы обучаем, как создать новую игру. И у нас в один день 4 человека. Это было просто феерично. Просто феерично. Даже хочется об одном снять фильм, потому что 4 этнотипных фильма это лажа. А об одном мы, наверное, все-таки фильм отснимем. Да? Потому что там интересная медицина. Как ни глубже, расскажи, может, конкретнее историю, как врач, что говорил. Хотя бы даже про Костю, не называя имя. Не называя имя. А скажи, вот мы, значит, нам позвонили, там, или написали, сказали. Мы тут же поработали через час. Мы говорим так-то так, и через час приходится. Глубже, что говорили врачи. И что вы говорили потом. То есть, ты сейчас общая прошла, хотя бы одну историю, пример. Вот я возьму одну из этих четверых онкологических историй. Та, которая у нас уже не первичная. То есть, год назад у нас был клиент, у которого поставили рак легких. И он был неоперабельный. И, по сути дела, западная медицина от него отказалась. Сказала, что невозможно ничего. У него был дан месяц максимум на жизнь. И он должен был уйти на кладбище. Но как-то он связался с дурными тетками. И задержался. Задержался в этой жизни. Ну, запикаешь дурными. В общем, он задержался в этой жизни. И вот на последнем обследовании у него не обнаружили рак легких. Но обнаружили метастазы в головном мозге. И его жена пишет нам, что все плохо, плохо, плохо. Врачи предлагают делать облучение. Но они не уверены, что метастазы маленькие. Что они попадут куда надо. И могут выжечь зоны мозга не те. И начинает нам рассказывать страшилки. А мы сидим с Ириной, смотрим друг на друга. Я говорю, слушай, заколебала их эта игра. У вас уже в легких нету онкологии. Чего вы ее перетаскиваете в мозг? Надо, значит, делать контрольный в голову. И мы пишем им кучу гадостей. И мы работаем. И пишем кучу гадостей. Все их вторичные выгоды, которые лежат под этой болезнью. И почему в голову. После чего мы идем спокойно в голову. Смотрим на то, что осталось от метастаз. Ведь у людей в это время идет процесс осознавания. Они же с нами на связи. И зачищаем. И проходит час. Им звонят из клиники. И говорят, консилиум собрался. Все-таки, наверное, это ошибка. Это не метастазы. Все-таки, наверное, надо сделать повторное обследование. А мы сидим ржем. Наверное, это у вас ошибка. Кстати, об ошибках медицинских диагнозов. На самом деле, иногда медицина ошибается не только на онкологии. Не только на каких-то заболеваниях. Но, например, и на психиатрии. Не так давно мне скинули ссылку. Вот буквально пару дней назад. На то, что нашелся некий православный психиатр. Хотя сам подход православный психиатр меня очень сильно озадачил. Но форум был вот из этой среды. Поставил мне диагноз. Он сказал, что у меня наркотическая зависимость. Вот хочу сказать, это медицинская ошибка. Никогда в жизни я не пила, не курила. И не принимаю психотропов, никаких психоактивных веществ, медицинских препаратов и так далее. Я считаю себя здоровым человеком, ведущим здоровый образ жизни. Хотя, когда я сказала, что я никогда не пила, я, наверное, солгала. Потому что в молодости я все-таки вино пила. Сейчас я даже вино не пью. Так что, уважаемый психиатр, вас надо на супервизию. И если все врачи будут честно говорить о том, что они могут ошибаться, то инфодаймингу будет на порядок легче выводить детей из аутизма, взрослых из онкологии. И возвращать людей к здоровой, искренней, открытой, честной, счастливой жизни. Потому что это задача инфодайинга. И сегодня на кухне инфодайверов мы можем это дело спокойно обсуждать. У нас есть еще новости. У нас на этой неделе мы получили тоже интересную обратную связь. У нас есть девушка, кстати, меньчанка. У них была интересная история с ребенком. У нее в носу обнаружили опухоль. И должны были в области аденоидов удалять вместе с аденоидами и проводить операцию. Предполагалось, что это онкологическая опухоль. Но опухоль рассосалась еще через 2 недели после нашей работы. И операцию не проводили. А вчера мама дала обратную связь. Ребенок идет в развитие. Потому что ребенок аутизм. И ребенок начал выходить из ауто. И мы ждем выхода в очень короткий срок, потому что мама очень классно работает над собой. Это тоже тот момент, когда можно не 2 года сидеть и ждать выхода из ауто, а сделать все значительно быстрее. Кстати, мы начали плотно работать с белорусами в последнее время. Есть такое. И вот сколько мы не сопротивлялись работать с белорусами, оказалось, что с ними работать у нас легко получается. Просто легче, чем с американцами, легче, чем с европейцами. Их программное обеспечение нам близко и родное. Мы знаем больные места белорусов. И мы бьем на отмашь в точку. Им больно, больно, больно. Мы сами плачем вместе с ними. Но у них получается быстрый результат. Посмотри, с половины перечисленных наши белорусы. Приятно. Приятно. Да, ребята, соотечественники. Как мы не сопротивлялись с вами работать. А оказывается, что у нас получается с вами лучше всего. Потому что мы вас знаем, мы ваше нутро знаем и чувствуем просто с изнанки. Да, больно. Да, лупим в точку. Но ваши дети поправляются. И вы поправляетесь. А еще у нас тоже есть новости. У нас наших учеников и стажеров перегрузили работой. И вы можете видеть, что на проекте Subrition.com исчезли заявки временно к ученикам. Першина Волкова перегружены. Неизвестно, когда они успеют сделать все, что им заявлено. Просто их реально завалили работой. Они не успевают. И вчера Павлюкова и Волкова попросили остановить заявки. Потому что они тоже перегружены работой. Но они хотят начать новый эксперимент. И это новая страница в инфодайвинге. Они хотят провести эксперимент с животными. То есть именно использовать инфодайвинг при работе с животными. Для того, чтобы животным не надо было делать операции. Кормить таблетками и так далее. И у них вроде как уже есть даже первые результаты. Поэтому если у вас действительно есть интерес по животным. То Павлюкова и Романова будут работать сейчас экспериментально с животными. То есть заявку можно оформить, но не на человека. А на животного. А людей они сейчас доделают. И пока временно будет идти эксперимент. Вот эта экспериментальная группа, которую они возьмут. Они потом обо всем этом расскажут. Напишут и опубликуют результаты. И это новая страница инфодайвинга. Потому что животным еще никто у нас не занимался. А девчонки им это интересно. А мы всегда приветствуем интерес. И еще у нас одна новость. У нас на этой неделе выйдет документальный фильм. Очередной. Мы искали новые темы. То есть про аутизм уже было неинтересно. И столкнулись под одним из видео с комментарием. Комментарии были. Там было написано, что почему мы не рассказываем дальше истории тех детей, которых мы снимали когда-то. Вот мы сегодня в начале дайджеста этого рассказали устно о детях. И выйдет скоро фильм. Он выйдет про Кирюху и Ольгу Петренко. О том, как Кирюхе официально немецкая медицина, австрийская медицина сняла диагноз. И будет фотография карточки, где написано ребенок. Кинт. Гезонт. Гезонт из кинт. У нас уже есть абсолютно здоровые дети со снятыми диагнозами. И мама расскажет, каким образом она пришла за это время к себе. Какой путь она проделала. И даст рекомендации тем родителям, которые на этом пути, которые не слышат нас. Но, наверное, им легче будет услышать тех, кто этот путь уже прошел и вышел полностью из болезни. Это новая серия фильмов, да? Где начало, вернее, какими были и какими стали. А еще, вот это мы сейчас обсуждаем, какие фильмы дальше снимать. То есть про аутизм, ну, наверное, они тоже какие-то будут, те, что поинтереснее. Потому что, понимаете, слишком много детей с аутизмом вышло, их очень много. А есть интересная история. Вот ближайшая история, которую мне интересно, чтобы отсняли. Я попросила даже отснять и договорилась уже с мамой. Это черная магия с ребенком, да? Там, где все мужчины в роду умирали через месяц. И оставался последний ребенок. Вот эта история мне интересна. Мне интересна про онкологию история. Мне интересно... Ой, там, вот я тебе перечисляла все эти истории. Мы где-то десяток набрали таких, которые сумасшедшие. Они не имеют отношения к аутизму. Но они такие, когда их слушаешь, волосы дыбом встают. Вот по этим историям будут сниматься фильмы. Мы уже договорились, и у нас продолжится съемка фильмов. Но это фильмы будут совсем другой серии. Потому что инфодайвинг все время ассоциируется с аутизмом. И даже люди, не до конца понимающие, что такое инфодайвинг, они пытаются соединить слово аутизм и инфодайвинг. Что типа инфодайвинг – это только для аутизма. Это чушь. Инфодайвинг – это про путь в себя, к себе. Про искренность, открытость. Это про погружение в глубины своей психики. И последняя новость. Наши документы отправляются уже в Евразийский союз на патент. Первый патент полетел почтой в Москву. Итак, господа, теперь ждем вердикта Москвы. Мы говорили, что мы инфодайвинг будем ввести к патентованию. И сегодня этот момент настал. Первые документы улетели. Ждем, ждем, когда они прилетят обратно в виде патента и подтверждения, чтобы инфодайвинг ухватил науку. На ближайшую неделю чем мы будем заниматься? У нас на ближайшую неделю планируется погружение интересное. Все погружения, которые мы сейчас записываем, их потом в видеозаписи очень хорошо будет прорабатывать. И те, кто присоединяются к нам сразу, вы знаете, что у вас скидка 50%, потому что онлайн мы работаем дешевле, чем вы потом смотрите в записи. А в четверг у нас будет практикум. И практикум будет называться «100 глаголов из глубины». Вы знаете, мы столкнулись с такой проблемой, что человек – ленивое создание. Он не может написать 100 глаголов, из которых вы ищемить, чем ему заниматься в жизни, как создать бизнес. И вы знаете, когда это не может один, не может второй, не может третий, потом на месяц и растягивается, потом человек ищет оправдание. В общем, у нас достала вот эта чушь, что мы за человека пишем, чем ему заниматься. Но это несерьезно. Хотя в последнее время, особенно при тяжелых заболеваниях, мы пишем это за людей, представляете? Мало того, человек что лениться, так он еще и не знает. Говорит, а где я возьму 100 глаголов? Какие это 100 глаголов? Вот в четверг мы поможем. В четверг мы введем состояние, когда эти глаголы, они будут звучать, как набат. И человек будет чувствовать. И вы будете чувствовать из этих состояний. Ваше – не ваше. Отзывается – не отзывается. И то, что отзывается, вы себе просто выделите несколько штук, потом из них самые сильные выделите. И вот под это дело надо будет создать бизнес и реализацию. И вы поймете, что на самом деле, когда вы устраиваетесь на наемную работу для того, чтобы заработать денег, вы там не заработаете денег. Всем по 500 и все. Это не об этом. А когда вы действительно реализуетесь, проявляетесь, когда вы занимаетесь своим делом, то вы приносите пользу не только себе, но и окружающим, платя те же самые свои налоги совсем с других сумм, живя и радуя других своими результатами творчества, труда. У вас другое состояние, другое настроение, у вас другое здоровье. Вам не надо обременять поликлиники и государство своими болячками. И это совсем другая жизнь. Но вот эта лень человеку мешает. Мешает сделать эту практику. А практика реально очень классная. И мы думали, думали, как помочь здесь. Одно дело там индивидуально каждого трясти и говорить вот у тебя к этому, склонность у тебя к этому, но не нравится нам это. Вот честно скажу, не нравится. Не нравится мне у человека... Навязан. По такой чувству, навязан. Мы за него выбор делаем. Вот он же нам доверяет, и мы за него... Но хочется, наоборот, чтобы человек был свободен в своем выборе, да? А тут, получается, мы как бы решаем за человека. Все-таки приятнее, когда человек делает выбор. И поэтому мы решили, что вот сделав эту практику, человек сам определится, сам... Сам. Все будет делать сам. И кому интересно, те в четверг могут присоединиться к нам с платформы Сабришин в 20 часов. А еще мы зацепили же силовые слои. Мы сейчас очень активно исследуем силу. Мы исследуем теневую часть. Мы исследуем ту глубину, которая считается запретной зоной. Вот мы зашли за запретную черту, и мы там очень активно сейчас в темноте разбираемся с пустотами, с тьмой, со всем остальным силовой частью. И мы решили поговорить об авторитетах и о важных людях в вашей жизни. Это будет стрим. Он будет также в четверг в 18 часов. Вы сможете подключиться и можете задать вопросы. Может, что-то полезное для себя услышите. Во всяком случае, это будет полезная информация в четверг в 18 часов. В промежутках между погружениями и мы делаем, по-прежнему работаем с нашими детками, по-прежнему делаем индивидуальные консультации, по-прежнему есть время ожидания консультации. Просто сейчас лето, сейчас жарко, сейчас сложно работать, но нам и так сложно работать. Мы много заявок сейчас в день взять не можем, поэтому вы просто обращайтесь и ждете, когда придет ответ на ваше обращение. А еще мы будем менять формат на работы с людьми, формат заявок, формат консультации. Сейчас это просто видеозапись, которая отправляется человеку, где предлагается, как ему работать, и часть работы мы выполняем за человека. В ближайшее время мы анонсируем и полностью изменим описательный формат на всех ресурсах, каким образом будет идти консультация, потому что мы поняли, что можно выводить человека в здоровый образ жизни крайне быстро, очень быстро. Но нам для этого надо, чтобы было движение навстречу. И таким образом у нас будет такой момент, когда мы делаем консультацию, делаем отработку, смотрим движение навстречу и дорабатываем, если это движение есть, либо прощаемся с человеком, если этого движения нет. Но тогда будет это честно, открыто, и каждый будет знать, кто какую часть работы выполняет и будет осознавать степень ответственности за результат. То есть мы сейчас работаем и над тем, чтобы не было обесценивания нашей работы и обесценивания нас. Мы тоже растем, мы тоже меняемся, меняемся и растем благодаря вам, благодаря работе с вами, благодаря курсам, тренингам, семинарам. Общая образовательная программа у нас стартует в сентябре. И это не будет повторение старой программы, это будет программа для тех, у кого уже есть подготовка, а первый вот этот вот круг человек должен будет пройти сам по-любому. Без нее нет смысла приходить на курсы и тренинги в следующем году, потому что они будут другими, они будут настолько сложными, что взять их будет невозможно, поэтому будут ограничения. Вот это первый год, когда мы будем вводить ограничения, дабы не было опять-таки у человека разочарования, потому что он не умеет читать, а пришел сразу там в третий класс, да. Поэтому в виде уже нужна будет подготовка. Инфодайвинг это очень глубоко, это очень серьезно. И если психологию люди годами учат, хотя я не знаю, что учить там годами, но учат, то представляете, что с инфодайвингом. Какой ты можешь дать совет? И теперь совет от инфодайвинга. Попробуйте прямо с сегодняшнего дня ввести с правила в свою жизнь. Засыпайте, ложитесь спать И засыпайте с благодарностью, с благодарностью к себе, с благодарностью к прожитому дню, с благодарностью к каким-то событиям, с благодарностью к родным, близким. Просто засыпайте с благодарностью и уходите в сон с благодарностью. А утром, просыпаясь, благодарите, благодарите себя и благодарите свой. Этот день, новый день Просто тоже встречайте Утро с благодарностью Я вот думаю, какой совет дать И вы знаете, что бы я посоветовала Я бы посоветовала сделать практику Понаблюдать за собой И когда вас спрашивают совета Не давать этот совет А вернуть человеку ответственность И сказать Слышь, дорогой, вот когда ты спрашиваешь совета Ты, наверное, сейчас выносишь какую-то часть себя На нас, да? Пронаблюдай эту часть И верни ответственность себе И знаете, когда вы в зеркале Начнете отражаться человеком Который возвращает ответственность себе То жизнь изменится И тогда останется только благодарить А Ирина вас этому уже научила Благодарить себя Кого еще? Почаще благодарите И это другая жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому